Внутренний туризм – локомотив развития экономики регионов. В Крыму стартовало заседание Президиума Госсовета под председательством президента Владимира Путина. Четыре метра утеплителя, больше пострадавших нет. В НИСе загорелся спортивный комплекс. Медицина в режиме онлайн. Сельские медики успешно пожинают плоды российско-норвежского проекта. Время новостей на телеканале «Север». С картиной дня вас познакомят наши корреспонденты. В студии Алина Ваучейская. Более 130 миллионов рублей и 17,5 тысяч туристов. Нинский округ представил доклад о состоянии туризма в регионе и данные за 2014 год. В эти дни в крупнейшем курорте Крыма-Ялте проходит заседание Президиума Госсовета под председательством президента Владимира Путина. Во встрече принимает участие и губернатор Нинского округа Игорь Кошин. Членам Президиума Госсовета представят комплексный доклад о развитии туризма в Российской Федерации. Презентация покажет реальную картину состояния отрасли от логистики до инфраструктуры. В условиях, когда спрос на внутренний туризм значительно увеличился, важно формировать конкурентоспособные и интересные предложения, уверен Игорь Кошин. Нинецкий округ вряд ли когда-то станет вторым Алтаем, где ежегодный поток туристов составляет 1,6 миллионов человек. Но мы должны занять свою нишу, используя уникальный культурно-этнографический потенциал, красоту и хрупкость северной природы, самобытность жизненного уклада в тундре. Привлечение российских и зарубежных туристов в регион – одна из приоритетных задач руководства округа. Для повышения конкурентноспособности региона разрабатываются новые программы и маршруты. Вблизи Наринмара строится музейно-туристический комплекс «Пустозерский острог» и окологородная «Самаять». Четыре объекта Наринмар, Амдерма, Пустозерск и термальный источник «Помвашор» вошли в межрегиональный туристский проект «Серебряное ожерелье России». Строящийся спортивный комплекс загорелся в субботу 15 августа в селе Несь. Сигнал о происшествии поступил в 13.00. На ликвидации последствий работали трое пожарных отдельного поста пожарной части Неси и две единицы техники. О происшествии подробнее по телефону нам рассказал старший водитель пожарного подразделения Григорий Золотых. Завершился российско-норвежский проект по развитию телемедицины в отдаленных населенных пунктах Ненинского округа. Он длился два года. За этот период медики прошли обучение. Также было закуплено пять комплектов оборудования, один из которых отправился в Индигу. Для поселковой больницы это стало неплохим подспорьем, ведь не всегда есть возможность вывести пациента на обследование в город. Во время рабочей поездки в столицу Тюманского сельского совета мы с моим коллегой-телеоператором познакомились с работой сельских медиков. Все подробности в следующем сюжете. Родилась в Котласе, выучилась на Акушера в Архангельском медучилище и во время распределения попросилась на крайний север. В Ненинский округ приехать было очень интересно, улыбается Ирина Малыгина. Уже 35 лет женщина живет и работает в Индигской участковой больнице. За три с небольшим десятка лет бывало всякое, вспоминает Ирина Александровна, и жизни спасали, и роды принимали. Сейчас, правда, рожать отправляют в Наринмар для перестраховки. Сейчас мы всех стараемся отправить вовремя, то есть разговариваем с женщиной, беседуем с ними, все с понятием, все понимают, что роды – это дело такое очень сложное, и поэтому все выезжают заранее. Но в былые времена, когда это было пораньше, то есть рожали здесь, тоже и принимали роды. Сейчас стараемся всех отправить, как-то все они выезжают у нас на обследование, во-первых, трижды на УЗИ, обязательно в город выезжают. Но когда возможности отправить больного в город попросту нет, спасает телемедицина. Индига – один из населенных пунктов Нейнского округа, в котором успешно реализовали российско-норвежский проект. В его рамках в медучреждении поселка появился электрокардиограф, который автоматически отправляет данные кардиограммы специалистам в Нейнскую окружную больницу. Помимо этого, у индигских врачей есть возможность совещаться с наринмарскими коллегами в режиме онлайн. Кстати, посредством видеоконференц-связи мы и записали интервью об еще одном нововведении – онлайн-системе, предназначенной для выписки льготных лекарственных препаратов по региональной льготе. Чем система удобна? Врачи имеют доступ к информации о поставках лекарственных препаратов. То есть, если какой-то лекарственный препарат закончился, то они в режиме реального времени могут выбрать те препараты, которые есть в наличии, изменить схему лечения, не причиняя педа пациенту. Что касается пациента, то есть пациент, находясь на селе в трудностопном регионе, выписывается ему рецепт, и уже аптека сразу увидит, какие препараты выписаны, и уже может заранее готовить посылки для того, чтобы отправлять в медицинскую организацию. В целом же условия и для пациентов, и для медперсонала в индигской больнице вполне удовлетворительные. На первом этаже стационарно 10 коек, столовая и аптека. На втором кабинеты терапевта, стоматолога, мини-лаборатория для забора анализов, процедурная, есть даже кабинет физиотерапии. Правда, работать в нем пока некому. Проблема с нехваткой медицинских кадров здесь тесно переплетается с проблемой нехватки жилья. Поселковые больницы уверены, начнут строить жилье, специалисты поедут. Пока же места медсестер вакантны. Алина Ваучейская, Александр Дуркин, телеканал «Север», поселок Индига, Ненецкий автономный округ. Жители поселка Искателей могут остаться без питьевой воды. А без воды и ни туды, и ни сюды. Будут ли ходить водовозки и как муниципалы собираются отслеживать, кто сколько наберет воды? Ответы на эти вопросы через несколько секунд. В Наринмаре почтили память героев, погибших на бухсиле комсомолец. Очень скоро расскажем о подвиге времен Великой Отечественной. Жителям поселка Искателей могут перестать подвозить питьевую воду. На подъездах жилых домов в рабочем поселке не так давно появились объявления о том, что в скором времени подвоз воды прекратится. Эта новость вызвала массу возмущений и негодования. Гудок водовозки и люди с ведрами. Такая картина жителям Искателей вполне привычна, ведь из кранов течет техническая вода. Питьевое население поселка испокон веков набирает либо из водоцистерны, либо из колодцев, расположенных в черте Наринмара. Вот и Лидия Степанова, которая уже 40 лет живет в поселке Искателей, бесценную жидкость на водовозке набирает очень редко. Многие жильцы, у многих жильцов там кто-то есть, возят воду с Сахалина, подвозят все. И я не знаю, как говорят там, как они будут решать, сколько кто кубометров, когда будет брать. Мне тоже, у меня зять возит эту воду, я не собираюсь за что-то платить. Тем не менее, по словам муниципалов, одна треть населения все же пользуется услугами водовозов. Они и пришли на собрание с представителями поселковой администрации. В конце июля новость о том, что питьевую воду возить больше не будут, прогремела, как гром среди ясного неба. Люди возмущены. Они исправно платили управляющим организациям за подвоз воды. На встрече с населением представители поселковой администрации пояснили, предпринимателю, который непосредственно занимается обеспечением населения водой, стало невыгодно поставлять жизненно необходимую жидкость. По словам замглавы постсовета Николая Литвина, субсидировать затраты предпринимателю искательская администрация больше не правомочно. Эти, раньше, до прошлого года, эти затраты администрация поселка компенсировала. Теперь, в силу введения в действие с 1 января этого года закона округа номер 95 АЗ все полномочия по обеспечению, в частности, их водоснабжение, перешли в округ. То есть это уже не наши полномочия. Мы фактически уже не имеем права воду, скажем так, субсидировать, компенсировать все эти затраты. Впрочем, по словам предпринимателя, который обеспечивал население поселка питьевой водой, никто ему ничего не субсидировал. Анатолий Прищепов продолжать подвозить воду не может, потому что управляющие компании задолжали ему порядка 2,5 миллионов рублей. В конце апреля даже была такая ситуация, что бизнесмену нечем было заправлять технику, поэтому два дня водовозки не ездили вообще. Анатолий Порфирьевич ходил и выбивал свои же заработанные деньги из службы заказчика. Мужчине тогда выдали около 20 тысяч на топливо прямо из кассы предприятия. Нам же надо существовать и выживать. Надо и ГСМ, и запчасти на машину. Задолженность на самом деле большая. Вот с чем мы боремся. Что-то ходим, прямо просим, чтобы чего-то выплачивали. А вот все-таки воду-то продолжат пока жителям искателей возить? Я считаю, что лучше нас эту работу никто не сделает. Мы этой работой занимаемся с 2005 года, но у нас не было ни жалоб, ни нареканий, ничего. Мы стараемся, чтобы не было никаких сбоев в работе, чтобы каждый день люди были с водой. Администрация Ниньского округа на эту ситуацию предложила следующий выход. В законе об окружном бюджете в целях сдерживания роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги предусмотрена поддержка коммунальщиков, в том числе оказывающих услуги по подвозу воды. Любое юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, естественно, за исключением государственных и муниципальных учреждений, оказывающие услуги населению, коммунальные услуги населения, в том числе и по подвозу воды, то есть вправе рассчитывать в случае возникновения ситуации, когда у них в результате государственного регулирования возникнут недополученные доходы, вправе возместить данные расходы. Жители, в свою очередь, заявили, их не волнует бюрократический пинг-понг. Им нужна вода. Представители администрации поселка предложили заключать индивидуальные договоры на подвоз воды в каждую квартиру с расчетом 634 рубля 47 копеек за кубометр. Как муниципалы собираются отслеживать, кто сколько наберет воды, непонятно никому. Алина Волчейская, Роман Делимарский и Александр Дуркин, телеканал «Север». 17 августа – памятная и скорбная дата в истории Ненецкого округа. В этот день, в 1942 году, у острова Матвеев погиб караван судов, в их числе буксирный пароход «Комсомолец». И уже по традиции работники морского порта вновь собрались вместе, чтобы отдать дань памяти героям. 16 августа 1942 года из поселка Хабаров в Наринмар вышли буксирные пароходы «Комсомолец», «Норд» и «Камелес». «Норд» буксировал неисправный «Камелес» и «Лехтер» ША-500, буксирный пароход «Комсомолец» с «Боржу» П-4. На последней находилось 300 человек, большинство из которых были заключенными лагерей на рельс-трое. Экипаж «Комсомольца» – вчерашние ученики Таня Котова, Граня Кулишская, Виктор Емельянов, Владимир Верещагин, Виктор Морозов и радистка Саша Кожевина. 17 августа в двух милях от северного побережья острова Матвея в Баренцевом море караван атаковала германская подводная лодка. «Лехтер» ША-500, «Боржа» П-4 и буксирный пароход «Комелес» были потоплены. Буксирный пароход «Комсомолец» загорелся. Раненая Саша Кожевина успела передать тревожную радиограмму. Пароходу «Норд» удалось уйти. Из 710 человек пассажиров и экипажей спаслось только четверо. Среди них кочегар «Лазарь» хозяинов. Он так скудно рассказывал, как все это было, потому что им в свое время, после этой трагедии, им как бы в НКВД, он говорит, что давали подписку о неразглашении вот этой истории всей. И они боялись много рассказывать. «А почему?» «Ну, не знаю, потому что с чем-то было связано. Может, заключенных везли, там 245 человек заключенных было». Всего за годы войны погибли 120 работников Печорского порта. Каждый год сюда, к памятнику на мемориальной плите, к которому имена погибших приходят работники порта. «Помнить нужно всегда. Погибшие судьбы, загубленные жизни, сколько унесла война и прочее. Это, конечно, наша жизнь, наша история. Нужно это поддерживать и передавать молодежи. То есть, как бы, забывать нельзя эти трагедии. И не допускать, конечно, повторения». Памятник экипажу парохода «Комсомолец» установили в ноябре 1968 года. У постамента в виде пароходной рубки, на котором адмиралтейский якорь всегда цветы. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, телеканал «Север». Более трех с половиной тонн морожки собрали жители Омы на продажу. В конце лета, начале осени, жители округа традиционно уходят за ягодами и грибами. Дары северной природы – это не только лакомство и заготовки на зиму, но и дополнительный доход в бюджет семьи. Где-то в этом году северная малина уродилась на славу, а где-то ее придется закупать. Конец лета – любимая пора грибников и ягодников. В этом году во всем округе наблюдается хороший урожай грибов. Ягод не меньше. Уже созрела голубика, черника, наливается брусника. А вот морожки в этом году было немного. Хотя, например, Ома пожаловаться на дефицит северной малины не может. Жители Омы и Снопы собрали три с половиной тонны ягоды на продажу. Все год у нас никаких ягод, кроме морожки, нет. Брусники нет, черники нет. Мы будем ватрушки печь. Зима длинная. Ватрушки к морожке пользуются спросом. Она такая ягода, ведь она не портится. Мы заморозили, у нас в морозерке все стоит. Она год будет стоять у нас. Мы будем выпекать, пускать в хлебопечение. Омское потребительское общество, которое выкупало у населения морожку, с сырьем для производственных нужд запаслось на год. Кроме того, 500 килограмм продали авиаотряду для столовой. Еще 600 переправят морем в Индигу. В Тиманской тундре морожка в этом году не уродилась. Неское потребительское общество выкупленные 250 килограмм ягоды также оставят для пекарни. Ватрушки и пироги северной ягодой любят и в пёше. Принятые от населения полторы тонны заветной ягоды также пойдут на выпечку местного производства. В сентябре может быть в этой бруснику, может быть, клюкву, чернику или голубей. Вот что будут наберут, что будут сдавать. Кому нужно денежки так собирать, сдают. Жители Большеземельской тундры в этом году тоже испытали дефицит любимого лакомства. Небольшие урожаи есть в Харуте и Харивере. В последнем население принесло на продажу чуть больше 100 килограмм. В прибрежных поселках Усть-Каре и Бугрино объемы сбора небольшие относительно прошлых лет. Жители Каратайки еще надеются сделать зимние запасы. Вся надежда на другие ягоды. Погода так не позволила собирать, то дожди, то еще чего-то. Клюквы у нас нет, брусника еще нам рано собирать ее. Ну, сейчас голубика пойдет. У жителей округа еще будет возможность приобрести и продать дары природы. В сентябре запланирована вторая окружная сельскохозяйственная ярмарка. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Активная молодежь на неделю переехала в палаточный городок. Готовка на костре, нормативы ГТО, одним словом, школа выживания. В Ненинском округе стартовал традиционный слет-звезда. 40 кандидатов на краповый берет. Школьники и студенты Наринмара на неделю переехали в палаточный лагерь, который развернулся на берегу реки Куя. В Ненинском округе стартовал традиционный военно-патриотический слет-звезда. Наша съемочная группа побывала на месте событий с первыми подробностями Любовь Пермякова. Антон Притыка уже третий раз участвует в военно-патриотическом слете, каждый раз совершенствуя навыки туриста. Я уже научился всему, что можно в обычном туристическом лагере. Ну, это то есть поставить палатку, развести костер, приготовить обед. Ну, и уже такие развлекательные стрельбы, там веселый старт и все такое. А не думал свою жизнь связать с туризмом, если ты так любишь? Ну, думал, но мне больше нравятся полеты. Так что я вот еще пока решаю, что мне либо полеты, либо туризм. В этом году организаторы слета, центры молодежной политики особенно постарались. Кроме основы школы выживания в природных условиях, ребята пройдут подготовку к армии. С привлечением инструкторов из спецподразделений, войск наших, значит, будет проходить, скажем так, некое подобие. Ребята почувствуют, что значит такое сдавать там на берет. Вот, их ждет марш-бросок, ну, перед этим, конечно, они пройдут эту программу, все, пройдут определенное обучение. Их ждет марш-бросок, там какие-то некие тактические вещи, и вот для самых, скажем так, выживших, в кавычках назовем, там будут спарринги с инструктором. Ну, упрощено, естественно, это в форме, все в такой, в гуманной, в щадящей. Но, тем не менее, ребята почувствуют, возможно, у них появится интерес потом к тому, чтобы пойти служить. Возраст участников от 14 до 17 лет. Это представители патриотических и военно-патриотических объединений Ненецкого округа. Среди них Полина Корх, ученица восьмого класса шестой школы. Ну, первое время было трудно, потом уже как-то привыкали и к комарам, и к местности самой. В город приезжали, было скучно и без комаров, и дома, ни деревьев, ничего. А вообще подружилась уже здесь с кем-то? Со всеми. Палатку можешь построить? Палатку нет. А чему научилась? Ну, научились костер разжигать, стрелять из воздушек. Ползали мы на реку. Ребятам предстоит научиться пользоваться современными средствами радиосвязи и спутниковых навигационных систем. Они станут участниками военно-тактической игры «Захват флага», соревнований по пулевой стрельбе и сдадут нормы по военно-прикладному спорту. Слет продлится до 23 августа. Любовь Пермякова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Это были новости от наших корреспондентов. Будьте в курсе последних событий. Напомню, Телеканал «Север» вы можете смотреть в пакете НТВ+, Триколор, а также в режиме онлайн на сайте trksever.ru. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok